Добрый день, дорогие друзья! Я очень рад вас видеть в таком большом количестве. Я знаю, что у меня друзей намного больше, но они разбросаны по всему миру. А самые близкие, те, кто хотел пообщаться со мной, может быть, за счет слайдов, писен, пришли сюда, в этот зал. И я очень рад вас видеть. Вы знаете, мы проводим уже не первый, по-моему, это уже пятый или шестой концерт, традиционным он уже стал, концерт, фонд нашего фестиваля авторской песни, регионального фестиваля авторской песни «Голоса», который проходит всегда в последние выходные мая, как и в этом году. Для того, чтобы помочь организации этого фестиваля, мы устраиваем вот такой вот традиционный концерт, куда я собрал своих самых лучших друзей, которые связаны с авторской песней, которые для вас поются. И мои песни, и свои песни, и песни классического жанра авторской песни. Я думаю, что долго мы не будем дальше откладывать это дело в ящик. Я с вашего позволения начну. У меня, как всегда, как всегда, чужая гитара имел глупость взять свою прекрасную, хорошую гитару, а вот, ну и все, все остальное сопутствующее. Мой друг Вадик Неретин, который помогает не только... не только мне на фестивалях, но и одолжил свою гитару. Итак, дорогие друзья, я хотел бы, в первую очередь, сказать всем вам спасибо за то, что вы пришли. Первый раз здесь, в этом зале, и мои внуки. Первый раз они видят деда на сцене. И я ко всем вам хочу обратиться. К своим друзьям взываю, в немрю, своих друзей боготворю, как Родины, святую землю, всех вас и каждого люблю. Я, длинувшись, однажды увидел я всех, кто был для меня опорой духовной, физической и, может быть, тех, кого я обидел укором. И будь наверху я или на дне, ну или еще где-либо, за то, что вы есть, что вы рядом со мной, я говорю спасибо. Спасибо, кто знает, ценит и помнит. Спасибо, кто волю и силу дает. Надежда и вера нынче душу кормит, любовью вашей силы придает. А больно останет в жизни час последний. С любовью в сердце прожить его хочу, чтобы, не жалея, ни минуты смог погасить. Свою свечу. Снег потек, застилай тушью, сквозь деревья лучи, солнца острые. Я иду с рюкзаком, сам с собой говорю, про судьбу и про зиму морозню. Нелегко от себя убежать, от судьбы не уйти, не спрятаться. Ни мороз, ни бург, ни души не унять, ни сорваться по мне, ни расплакаться. Все, что ждет, не берег, все вырастерял, чем гордился, до камаловы лету. Я друзьям свои лучшие песни дарил, только где те друзья, многих нету. А как много из тех, кто в табузе почил, кто здоровья с годами дружен стал, а еще больше тех, кто все дружно пропил, кто запутался в жизни или просто встал. Кто остался в живых, вам здоровья дай Бог, всех ко мне пожить не обязан, с кем ненасть и радость, и он сколько мог, с кем судьбой дружбы был связан. Пусть пожить и везет вам, преславит ваш век, будут счастливы дети и внуки, и останутся в памяти сотни пройденных веков, и мы уют вас беды и муки. Пусть пожить и внуки. Песня, которую я сейчас спел, это было написано несколько лет назад. Я ее написал через те события, которые были в моей жизни. Я поделал несколько друзей в течение года-двух. Но теперь я хочу еще сказать такую вещь. Очень много друзей не смогли прийти сегодня на концерт, потому что вчера и позавчера ушли на сплав, а некоторые ходят завтра на сплав. Поэтому не хотел песню эту петь, но спою, потому что знаю, что она им положит хороший маршрут в дороге. Я знаю точно, что настанет срок, переживая шторм, красу и ветры, мы пройдем с друзьями еще множество дорог, и сотни миль пройдем, и сотни километров. Я твердо знаю, не окончен еще путь, готов рюкзак с походной одежкой, и старый компас не позволит нам свернуть с проложенной еще до нас дорожки. И пусть нам ветер всегда попутный дует, и пусть с вершины нас вновь помонят вдаль, а в сердце только лишь весна бушует, и крепость дружбы прочнеет, словно сталь. Еще не раз подует ветер парус наш, и холст его еще могуч, и весел, мы все вершины возьмем на абортаж, и воспоем их в куплетах наших песен. Катамара 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 и на реках вне Урала, или на Латайе, или в Абхазии, в Крыму, при Полянном Урале. И везде, где бы я ни был, я везде говорю, ребята, у Восхода и у нас не хуже, приезжайте к нам. И вот песня подсвечена как раз тому, как я приглашаю своих друзей, с которыми я познакомился там, где-то далеко, к нам на Урал. И какие здесь красоты, посмотри, любоваться во царе, не до зари, в горе стоя и реки, все вокруг, приезжай, будешь счастье здесь, мой друг, приезжайте к нам, ребята, на Урал, и я места вам здесь такие показал. ПЕСНЯ 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 По каракам маленькой свечи, поскольку дарит света, Проноски и дожди в день теплом нас озарив, Ты в стужу зимнюю свети, и дай, сколько вето, Своим божественным теплом нам души озари. Ты в стужу зимнюю свети, и на исходе лета Своим божественным теплом нам души озари. И в жизни так, отчастливая, топылким ты огнем горишь, А толстов, как будто таяшь, и тишину оттворишь. И тишину оттворишь. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Ну, во-первых, я хочу еще сказать, что мы работаем с вами в таком, Мы работаем, а вы слушаете, отвечаете, в таком плане, Что вы можете написать записочку, передать мне, Я отвечу на любой ваш вопрос, во всяком случае постараюсь. Мы можем работать в таком формате. Вот часто на выступлениях, или где-то, где мы бываем, на фестиваях, Мне задают вопросы, знают о том, что я проехал, Ну, более 40 стран мира, а многие страны по многу раз, Особенно молодежи, говорят, ой, как я завидую, Или там, вот как здорово, Не, понимая о том, что за этим, за всем стоит большой громадный труд. Вот, и я написал вот такую песню, Как раз вот ответ таким вопросителям. Лицо и тело, мысли и душа, Да и одежда должны быть хороши, И даже если за душой, в общем, не гроша, Главнее состояние души. Порой это бывает так, Один чудак богат безмеры, а в душе бардак, И потому-то отсутствие души, его гроши, ни для кого не хороши. Запомни, друг, один совет простой, Будь ты женат уже, или даже холостой, Коль от природы нет в тебе ни сердца, ни души, То не помогут никакие барыши. А если свет своей души дарить, И всех людей вокруг боготворить, То будешь рад, имея и питак, С душой и сердцем счастлив и бедняк. Мораль. Ты не гони, дружок за барышом, А ты, люди, будешь счастлив и радушен, И будешь счастлив в малом и большом, И будешь ты всегда всем людям нужен. На душе то время я, Жизнь моя тяжелая, Ночи все волнены, Мы с ней веселые, Ой, все жду-то, думаю, Как бы стать богатым, Кушать во все груза И махать лопатой, Ничего не делая, Как чтоб все было, И корона с молоком, Силом чтоб кобыла, Хлебом полно огуреца, И картошка в слое, У трактор за огурецей, Да и кое-что в стойле, До реке не рещится, Пальмы в синем море, Ой, только счастья хочется, Не хочу я горя, Ни горня плантации, На меня все пашут, А пахало надо мной, Ни гритянки машут, И сольце на блюде, С огурцом соленым, Виски разливные, Явно не паеные, Я лежу в шезлонге, И глянусь на море, И кидаю косточки, И собачьи с морем, Просыпаюсь утром, Блин, нужно ж на работу, Оставать не хочется, Мне сегодня что и так, Большой постельки я Снова помечтаю, Осознал, что снова я В жизни пролетаю, Еще больше грамот с меня, Но потаевает, А чего же многого, Мне в жизни не хватает, На душе там ленья, О, как жизнь тяжелая, Сны такие сладкие, Душные, веселые, Я мораль, Понятно, всем давно, Вставай с кровати, друг, Работай, действуй, И да ну все будет, Но не вдруг, Ведь чтобы вкусненько полопать, Упорно нужно поработать, И чтоб красиво отдыхать, Необходимо вновь походить, А душе там ленья, О, как жизнь моя тяжелая, Но очень весело в ней, В жизни невеселые. Спасибо большое, Я хочу поделить эту сцену Между своими друзьями, Они споют, Вот те, кто не знает, До этого я спел, Это были мои песни, И музыка, И стихи были мои, В моем исполнении, А сейчас мои друзья споют И мои песни, И свои песни, И песни классического Нашего жанра авторской песни. Я хотел бы пригласить На эту сцену Женщину, С которой у меня связано, Наверное, лет, Лет, наверное, Около 30-ти. Я не буду говорить словами, Я написал на нее эпиграмму. Еще давно, В начале 90-х, Когда я возглавлял Туристский лагерь Пилигрим, Была у нас девчонка, Лицеистка, Как раз о ней Сейчас поговорим. Она училась По скалам быстро лазить, В пещерах разных Была она не раз, Могла, Как сплавщик опытный, Она веслом добанит, Шутила часто, Так сказать, Не в бровь, А прямо в глаз. Гитарой она уже Тогда владела, Но голос был еще Не крепок, как сейчас, Она всех парток Вместе с нами перепела, И в лагере она была Еще не раз. Прошли года, Я стал поцелеповатый, Сед, И лицеистка уже стала Бабушкой дважды. Года сравняли нас, Она бабуля чья-то, А я дед, На слетах и по жизни Мы встречались не однажды. А ныне Она сама уж песни сочиняет, Играет и поет, Что душу все отдашь. Я ее сейчас на сцену приглашаю. Встречайте, выступает Наташинка Маташа. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. И второй. Как раз Александр Грибович Сказал то, Что я планировала сказать. Мы действительно знакомы 30 лет, И вот этот лагерь Пилигрим, В котором мне Далось побывать, Уже в принципе Не будучи лицеисткой, Мы туда случайно попали Уже как выпускники лицея. И это по сути дела Были первые Первые мои знакомства С живой авторской песней. Да, я уже играла на металле, Да, я уже пыталась Там подбирать Что-то с пластинок И так далее. Вот понимаете, все. Что костер До утра Это совсем другое. Вот. Тогда мы пели И Лансбурга, И Дольского, И Суханова, И Ногманова, Чего еще. И в том числе Вот эту песню, Которую сейчас пою, Песню Александра Грибовича Гельмона Я знаю уже 30 лет С тех самых пор. Песня называется Ностальгия. Не тревожь ты меня, Не буди, Дай с самим собой Мне остаться, Загадать, что ждет впереди, Избыло навсегда Развращаться, Да и осмысленнее день, Что прошел, Каждый мир, Что у нас уже прожит, Что бассейн Переношел, Что сегодня Было растревожит, Что сегодня Было растревожит. Света раздружит Словно дыр, Лица встречи, Тревоги, Прощания, Лишь вчера Еще был молодым, А теперь Не придумать название Вдалеке уже Детство мечты, Да и юность Учалась, Как птица, И на танце Тридцать сил Ни за что Уже мне не пробиться, Ни за что Уже мне не пробиться. Да не силы Весь путь Не пройти, Да не волю С дороги Не сбиться, Все, что в жизни Терял, Уновь найти, Не предать, Не сгубить, Не влюбиться, Не предать, Не сгубить, Не влюбиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На самом деле я считаю, как разумное замечание, как я тогда не умела петь, 30 лет назад, так и сейчас, но... Неправда, неправда. Извители утверждают аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Честное слово, так что спасибо большое. Вот, сейчас я хочу спеть песню «Признание любимому человеку» Гады Якушевой. Музыка Сергея Никитина. Попевайте. Здравствуй. Это главное, это здравствуй. Главное, ты будь хоть как-нибудь, будь, будь ежесекундно, ежечасно, ежедневно, неизменно будь, будь глазами корабля упрямым, рельсами упрямым поездам, будь геологом, рисковым камнем, мною будь, когда за мной беда, будь, прошу тебя, простом и сложном, будь, прошу тебя, и в этом суть, будь, прошу тебя, покуда сможешь, а когда не сможешь, тоже будь. Крыльями, взлетнувшимися в небо, пением посадочных полос, будь, прошу тебя, во всём, где бы быть, тебе сегодня не пришлось. Здравствуй, лучший день, твой лучший вечер, лучший слог, разгорячо на лбу, здравствуй, говорю тебе при встрече, а теперь при встрече крикну, будь, будь, прошу тебя, простом и сложном, будь, прошу тебя, и в этом суть, будь, прошу тебя, покуда сможешь, а когда не сможешь, тоже будь. Крыльями, взлетнувшимися в небо, пением посадочных полос, будь, прошу тебя, во всём, где бы быть, быть тебе сегодня не пришлось. Будь, прошу тебя, во всём, где бы быть, быть тебе сегодня не пришлось. Ну, пожалуйста, дальше, насколько я знаю, буду петь свои авторские песни. Вот сейчас есть такая возможность подпеть залом, если сможете, то песня Дмитрия Викчентаева, слова Дмитрия Кимельфельда. И как сам говорит Дмитрий Викчентаев, что кто эту песню подпевает, тут точно становится счастливой. Давайте вместе. Годы послевоенные, в каждом дворе весна, яблоки обыкновенные, жёлтые, как луна, в цирке смеются граждане, клон поют куплет, и попугай оранжевый в руки сует билет. А так, будьте же счастливы, будут хоть и ваши млечные вместе, будьте же счастливы, будьте же счастливы, и как ночь небеспечны, будьте же счастливы, шепчет сосная олива, будьте же счастливы, но судьба будет к вам справедлива. Сколько сулит хорошего память ему фейерверк, выросли мы из прошлого и укатился век, станут как многоточие хайфа Нью-Йорк и Москва, чтобы на свадьбе дочери эти сказать слова. Будьте же счастливы, будут пути ваши млечные, будьте же счастливы, и как ручьи беспечны, будьте же счастливы, шепчет сосная олива, будьте же счастливы, пусть судьба будет к вам справедлива. Дай же нам, Бог, не страдется, дай избежать трохи, что после нас останется в песенке до стихи, где эти войны не знавшие, внуки любви густой, стволы от нас пустанши, и этот припев простой. Будьте же счастливы, будут пути ваши млечные, будьте же счастливы, и как ручьи беспечны, будьте же счастливы, шепчет сосная олива, будьте же счастливы, пусть судьба будет к вам справедлива. Будьте же счастливы, пусть судьба будет к вам справедлива. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу еще раз сказать спасибо всем, кто здесь собрался, хочу представить здесь большой-большой коллектив городского совета ветеранов, по главе с председателем Совета ветеранов города, Александром Андреевичем Макаром. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь достаточно большой коллектив представителей заводов, на котором когда-то я работал в ордену Тудово-Красного знамени Метизменно-Тюринского завода. Девушки и мальчики, комсомольцы, профессионы актив, 80-х, 70-х, 80-х и 90-х годов. Здесь очень много моих друзей туристовскими я прошел, тропами, на сплавах и так далее. Всех рад видеть. И хочу сказать, что вот здесь подавался, или, по-моему, уже нету, там уже четвертый мой диск. Если кто купил, и кто очень хочет, я могу его подписать после концерта, поставить вам на втором. А сейчас я хочу представить моего очень близкого друга, моего помощника всех наших фестивалей. И уже не помощника, а уже даже голову. Нынешний фестиваль, потому что молодежь растет, нас догоняет. И вот я хотел бы пару слов о нем так сказать. Когда-то я его назвал парнем, а теперь не могу. Теперь я немножко по-другому уже. Спортивный, молодой, брутальный, с виду он мужчина. Все у него в руках горит. Гитара, карабин, веревка и слов. Он по характеру не ветвит кручины. А коль уж если запоет, считай, что голову снесло. И среди сотен тех, кто верит в кузы дружбы, кто верит в плаву рек, вершины горных скал, однажды в поисках Бегаса и прекрасной музы. Их в детях ветра ты, дружище, отыскал. Он что-то ученик мой, соратник, близкий друг, во всех делах среди друзей весьма авторитетен. У нас приятеля с ним огромный общий круг. Встречайте, лидер группы «Дети ветра» сам по динаме рейтинг. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы находимся с залой, и мы можем общаться, можем делать концерты. Соскучились. Я исполню три песни на стихе Александра Китмана. Первая песня называется «Звезда моя». Сияет в вышине. Вот попрошу Александра буквально чуть-чуть рассказать о неких объектах природных, которые будут в этой песне. Песня написана в Крыму. Все, кто знает, почти 20 с лишним лет. 20 с лишним лет у меня был свой частный русский лагерь на Черном море в Крыму. И в каждом заезде, в каждом лагере мы делали какие-то восхождения. Данное восхождение это плато Кораби-Ела, это восточный Крым, это плато, на котором более тысячи спортивных пещер. Спортивных, не экскурсионных, а именно спортивных. И там приходили все союзные семинары по спиреологии. И вот мы с детьми поднимались около 10-12 часов восхождения, жили там 3 дня на плато, в палатках. У нас был базовый лагерь и в горах, и на море. И вот Кораби-Ела после этого дети. Первое время они не могли выиграть. Кораби-Ела, Кораби-Ела. Когда мы уезжали, они говорили, это превосходно. И вот эта песня написана как раз про это плато, Кораби-Ела, одно из красивейших мест Крыма восточного. И там есть такое наименование Джурджу. Это один из самых мощных водопадов в Крыму. Звезда моя сияет в вышине, подобно моему в открытом поле. Она дорогу озареет мне, Могу взлететь, Могу украсить Скорее. Сейчас здесь тихая, густая сень, прохладный ветерок по скалам ночь струится, и зелью на камне стелетей. Казоты, кораби, мне будут часто сниться. Чешью с салостью девичьим губ Целует клёв, а Бог играет слепой. И как атлант могучий старый дух глядит над сердцем с отеческой улыбкой. Так, как горящий мастерин ЦУ-ЦУ-ЦУ-СЕДОЙ танцует в ушине. Облака сенлают когда приходит вдохновение ко мне. Звезда моя сияет в машине, подобно маяку в открытом море. Она так глупо озареет мне. Могу взлететь, могу угаснуть вскоре. Звезда моя сияет в высшем небе, подобно маяку в открытом море. Она на дорогу озареет мне. Могу взлететь, могу угаснуть вскоре. Спасибо. Не бойся поглядывать, простить уже, что совсем песня «Размышления». Следующая песня «Размышления». Все эти три стихотворения для меня объединяет большая любовь Александра к природе. Следующая песня называется «Размышления» 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 Украины ungen «Размышления» «В summer имена рома-не «hr años» «давая в зеркале Rate» «В case растения « rook Каждый прелесть Так манит вреда убежать меня Я знаю точно, за зимой весна настаёт И солнце тёплый луч погнёт в окно И как вчера в шините Снег растает и принесёт весна дыханье Своё, и как вчера в шините Снег растает и принесёт дыханье своё Я жду весны, мне по ночам не спится А за окном всё светит снег И так всегда зимой весна нам снится А летом в силу хочет человек Я знаю точно, за зимой весна настаёт И солнце тёплый луч погнёт в окно И как вчера в шините Снег растает и принесёт дыханье своё И как вчера в шините Снег растает и принесёт дыханье своё Смотрю в окно, а снег всё валит, валит Смотрю в окно, а снег всё валит Ну, прости за шероховатости И следующая песня, пусть будет сюрпризом, для Александра Она состоит из двух стихотворений разных И называется «Первая снежинка» «Первая снежинка» «Первая снежинка» «Первая снежинка» «На ладони упала» «Много было осени» «Летом было мало» «Жёлтые листья в платье» «Окрывает снег» «Только путь качается» «Первая снежинка» «Первая снежинка» «Осень красит листья» «Жёлтые цветы красными» Улетают птицы к югу самаря. День с утра морозный, но как прежде ясный. И печальничает обычную вечер от заря. Твоя снизу ткань, а на ладонь упала. Мало было осени, а летом было мало. Желтых листьев в платье накрывает снег. Вот как ветка чаялся, так уходит ветвь. Осень дарит нам с тобою желтые одежды. Горох листьев под ногами осени венец. На любовь мою к тебе, а никакой надежды. У любви осени вне зится конец. Первая снежинка, а на ладонь упала. Много и на осени, а летом было мало. Желтых листьев в платье накрывает снег. Вот и вот кончается, так уходит ветвь. Первая снежинка на ладонь упала. Спасибо большое, Владимир. Спасибо. Я еще раз хочу напомнить, что каждые последние выходные мая каждого года, вот уже 27-й раз, мы будем должны, это вообще 28-й, вот в том году пандемия нам не дала, будем проводить региональный фестиваль авторской песни. Вот это главный пандемий, который у нас висит на сцене в лесу. Конечно, он раза в два побольше. Я вас приглашаю всех на этот фестиваль, который будет 28-го, 29-го и 30-го мая в этом году. Там же, в районе станции Минутки. Пожалуйста, приезжайте. Очень благодарен Алексею из города Уфы, который тоже приехал на этот концерт. Ради вот этих двух часов концерта. Алеша, большое спасибо. Людмиле, которая приехала из Челябинска ради этого концерта, для того, чтобы встретиться всеми с нами. Огромная благодарность. Приглашаю еще раз вас всех на фестиваль, ребята. А сейчас я хотел бы объявить прекрасную даму, которая была когда-то лауреатом нашего фестиваля. Несколько раз была лауреатом нашего фестиваля. Приезжала она и, имея такую большую энергетическую силу, она образовала вокруг себя хороший коллектив, сплотила и создала клуб авторской песни «Живая струна», который объединяет людей разных профессий, разного возраста, которых объединяет самое главное – любовь к авторской песне. Вот я на нее тоже написал вот такую вот эпиграмку. «На следах выступает, играет и поет, усталость и не знает души ее полет. Любители гитары вокруг себя объединив, она всем людям дарит души своих порыв. Ее везде и всюду не поддержать бы рад, чтоб высоко и твердо звучало звание «Барт». Не пригласив ее бы спеть, была бы совсем не та картина. На сцену приглашаю я Данилову Марину. Вторая гитара Наташа Маташа. Аккомпанировать помогает мне всегда Наталья Маташа. Фестиваль «Голоса». Очень можно долго говорить о нем, не будет. Я его очень люблю. Это был самый первый фестиваль, на который мы приехали еще студентками с девочками. Не играли еще, не пели, не слушали «Барда». Первый фестиваль, на который я с мужем, с женихом тогда еще приехала. Первый фестиваль, на котором я вообще вышла на сцену. Ну и лауреатом стала тоже на нем первый раз. Спасибо за приглашение. Первая песня, которую я хотела бы спеть, песня Александра Геймана «Медленно кружится снег». Медленно кружится, медленно кружится снег. Ты подтвердишь, что не можешь дожить без дорог. На ледняках и хребтах доставил свой след. Словно горло вошел, но слоев горло брок. Да ты чего, ты в печали, мой друг? Отчего? Искры покрасли глаза, и потуплен твой взор. Ты до чего грустил, мой друг, отчего? Выметив грусть из души, как накопленный сон. Ведь все невечное, жизнь быстровечно, конченый шармон. И выступил, как рассвет, расставание час. Так не грусти, все останется в памяти, друг. Все, что сплотило, навеки сдружило здесь нас. Горы трещин, галые снежинки, дно. Друзишь в своей памяти, в сердце свое. Горы трещин, галые снежинки, дно. Медленно кружится, медленно кружится снег. Ты мне твердишь, что не можешь ты жить без трог. Браво! Следующая песня, которую я хотела бы исполнить, авторская, называется «По краю». ПЕСНЯ 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 И забрешь, посиди, больше, чутковато, хватит Оставайся здесь отныне А советы бесполезны, все прекрасно понимают Я заглядываю в бездну и иду опять по краям Еще одна авторская песня «Мимолетное счастье» И пусть мы над судьбой не властны, нам с тобой, мой друг, осталось Мимолетное наше счастье, быстротечное наше радость Я скрипаю богатку мыслей, я приду к тебе этим утром В ожидании с тобой встречи РТС вызываю лип, чтоб подняться в твои высоты На уютной твоей кухне, рассуждаться о любви вечной Соглашаюсь, что это миг Чтобы пить с молоком кофе, чтобы мягче было горечь Посмотреть с высоты на город и на вспыхнув животных свет Собирать чуть менее грохи Замешав, помогаясь в горе Проглотить голову в горе И готовить посмотреть рассвет Полчаса истекли время, будто в сердце разряд тока Старый лифт проходил в столху И ленито поехал вниз И с улыбкой придержишь дверь мне Как привычная дорога Мне от пункта ты утром И до пункта утром Жизнь Новый год Юрий Костя Часто на наших фестивалях, я работаю в жюри на других фестивалях и всегда приглашаю, работая в жюри, к нам на наши дневные фестивали, своих близких друзей, бардов, тех, кто пишет песни. Я сегодня пригласил на эту сцену одного единственного друга, не из Магнитогорска, но рядом живущего в Сибае, и написал на нем свою эпиграму, это очень близкий друг, который работает с нами в жюри на нашем фестивале и на других фестивалях тоже. Мы с ним очень близки по духу, по возрасту, по духу, по увлечениям. Наш близкий и далекий друг соседнего башкирского Сибая, у райских бардов ему знаком и близок к рук, поет на фестивалях, слетах и даже город-таях. Учился в магнитке, работал и служил, с гитарой, песней и иронией по жизни он дружил. Он частый гость на слетах, он бард в душе и в песнях, он рифмы пишет, слету, везде с ним интересно. Он бард, политик, бизнесмен, знаток различных он историй. Прекрасный в общем человек. Встречайте, Филиппов Анатолий! Я считаю соседей, это правда 100 километров, это рядышком, поэтому... Толя, сосед. Толя, ты наш сосед по городу. Добрый вечер! Сразу скажу, что я, в общем-то, свой. Все, кто учился в Магнитогорском городе на Бургийском институте, Нинмосова, независимо от того, где они живут, все болеют за магнитогорский металл. Поэтому, я ваш. Саша, мы сошлись совсем даже не на очи бардовского творчества, просто как-то мы написали друг другу в интернете несколько язвительных комментариев друг другу. Вот. Саркастически, да, он мастер таких, ну, не видосных играм. Вот. И мы поняли, что мы близкие люди, с тех пор мы дружим, а потом оказалось, что у нас вообще очень много общих интересов, и мы в последнее время как-то очень часто общаемся. Я с удовольствием, огромное спасибо Александру за то, что пригласил меня на этот концерт и дал возможность выступить перед такой многочисленной Магнитогорской публикой.